Душа лежит, сквозь ее, да? Ну, не могу. Хочу. Горочки хорошие. Не послужного конец. Ну, тогда не важно. Спасибо, хорошие. Это отдельная каста сюжетов, конечно. Нет, тяжело будет. Если я эту лень не использую, то лучше не делать. Горочки. Самые. Простеская. То есть вам абсолютно нравится, да? Ну, надо, нет, но то, что я выбрала из этих... А что у вас больше было опыта в чем? Нужно взять что-то новое, чтобы познать? Гор я недавно писала. Ага. Подожди, подожди. Ну, не здесь. А-а-а. А вообще, я хотела... Ну, вот это хорошее. Вот это хорошее. Здесь есть главный герой. Вот эта березка. Перспективка и все просто. Вот ничего. Да? Вот это? Ну, давайте я ездил. Что-нибудь там, значит, что я успела. Немножечко поразмышляем, в первую очередь, да? О том, что мы видим здесь. Здесь есть фон, который был первым. В живописи маслом все делается от фона к ближнему плану, да? Мы должны залить практически весь фон, даже включая в первый план вот этой цветовой историей. Да? После чего ляжет эта красота. Значит, здесь разбавили. Кисточку там не можем полоскать. Берем делила. Голубую и ультрамарин. А, ПЦ, да? Да, ПЦ. Такая слегка фиолетоватность получается. Правда? И вот этим цветиком плотненько забьешь весь фон. Хорошо? Да. Теперь мы с цветиком плашмя. Все это дело попритавливается. Хорошо? И сразу же у нас, посмотри на картинку, есть грейдар в темных деревьях. Да? Возьмешь голубую ФЦ? Да? Удромаринь. Вот этот фиолетоватность. С учетом того, что уже есть краска, ты сюда погоняешь и будет очень приятно. Вот такая вот. Вот такая история должна быть. Хорошо? Туман. Туман. Туман, туман. Ну, как здесь. Как и не как здесь. Вот он. Лишнюю красочку можешь подбрить. У тебя останется ровно то количество вещества, которое тебе необходимо для дальнейшей работы. Ладно? Угу. Угу. И хвостик будет очень упакован красочкой. Не будет недобора вещества. Вот сейчас очень хорошо. Вот видишь, создаются вот эти наплывы, которые можно потом подснять. Это значит, что вещества ровно столько, сколько нужно. Это же цветик у нас остался в палитре. Ты в касании, там где с деревьями, добавишь его просто. Посмотри. Потом-то сюда могут веточки войти какие-то. Да? Такие простецкие. Потому что это далеко, это размыто, это непонятно. Вот это. И опять перекроешь. Вот такими. Правда, лисок? Угу. Вот эти. Вот эти. Это настолько просто и настолько богато, что оно просто идеальная система. Алгоритм. Да. Я боялся. Я боялся. Я боялся. Линий. Лесомассивы, да? Для чего? Для чего? Для того, чтобы потом взять жёлтенький. Красненький. Обязательно. Вот такой зелёный. Смотри. Видишь? Жёлтый. Красный. И синий. Очень травяная получается история. Это не розовая? Это розовая. Ну, не имеет значения. Можно и... И вот здесь подойдёшь по такой же схеме замутнению. Ладно? Угу. Смотри. Больше... Больше влево оно. То есть у тебя есть явная центральная линия. Да? Здесь дорожка пошла. И сюда полосателем. А, вот это будет дорожка, да? Сейчас ты всё это понаходишь, понаходишь, понаходишь. Этот каркас рисунка. Вот так где-то. Наверное. Вот так. Раздавливает. Да? Понятно? Собирается красочка. На этой стороне мастихина. Ты её вот так сними и сдави. Ещё раз будешь? Сейчас. Вот собралась, да? Немножко. Повернул, сдавил. А так он лежит на шмято. Абсолютно плашмя. Не сильно давлёт. Собралась. Снял. Это никаких технических ходов. Это просто я сдаю краску. Ну и чего сама дальше не продолжаешь? Продолжаю. Почему мастихина не... Но мастихине краски? Ты давай смелей. Всё-таки. Вот так вот подъем. Не нужно там ещё что-то вырисовывать. Вот так. Глазки прищурила, посмотрела сюда. Где-то темнота. Единственное, красный пока во внимание не бери. Коричневый, зелёный. Хорошо? Угу. А как это... Как это... Дорожка уже у нас почти есть, но она потом... Смотри. Как легко. Вот это вот, вот это отношение к холсту сейчас очень уместно. Да? Без всяких там премудростей вот таких твоих. Это будет долго и мучительно. И получаю довольствие от работы. Давай. Подсними. Подсними. Угу. Можешь тряпочку дать. Угу. О, класс какой вообще. Правда, Женька, да? Классно. Вот это вот, вот это вот. Растирание, растирание. Это подложка. Ты ещё ничего не рисуешь. Слушай внимательно. Это задача, которую нужно решить легко. О. Ладно? Угу. Угу. На детали. А ты уже на детали. Угу. Вот такое я тебе хочу. Угу. Ну, немножечко добавить горизонтальных таких движений. Да? И ты покажешь, что у тебя плоскость уходит вдаль. Да. Ну, спокойно смотри. Жиг не снял, а придавил. Я не сошкрёб, хотя похоже вообще. Да? Я просто придавил. И смотри, как они. Получилось поле. Получилось поле. И этот коричневый туда, смотри, как выводится легко. Единственное, что во время движения ты старайся почаще протирать мастихи на тряпочку. Чтобы чистенько было и благородно. Вот так. Видишь, чуть не протёр, уже что-то совершилось не очень красивое. Вот так. Ну, у нас есть голубое нюанс. Снело. Зелёная крова. Давай начнём всё-таки осень. Почистишь палитру от зелёного. Да, сначала сняла мастихином и вытерла тряпкой. Давай. Ага, хорошо, хорошо. Возьмёшь розовый и коричневый. И начиная с дальних цветочков, вот этих деревьев. Можешь даже тряпочкой взять. Вот такой штучкой розочкой. Скрутишь её. Типа да. Дуля. Нет, дуля это когда площадка. А, это иди. А у нас розочка, да. Вот так возьмёшь много красочков. И нежным касанием сперва почувствуешь, где оно. Вот это вот. Немножко, не просто чувак, а ещё и подктёр. Смотри. Где-то может просто чувак. Ну, главное оставляй небо. Просветы неба, это обязательно. Не полотно. Вот, смотри. Когда сюда войдут намёки на стебельки, это сразу станет деревом. Вот так. Продаль. Потом ещё сверху ты, может быть, даже возьмёшь мастихин. Замешаешь коричневый с розовым, в пользу розового. И перекроешь активными густыми мазками листвы. Причём, старайся перекрывать в тех местах не там, где тебе картинка подсказывает, а там, где некрасивое случилось. Понимаешь? Вот здесь не хватает чего-то, да. Остаётся и небо, и движение тряпкой, и есть место мастихиновому мосту. Смотри. Разберётся с вами роз. Вот. Вот так. Вот. Вот так. Потом... Да, да, да. Опустишь вот так, и здесь у тебя будет ещё деревья, ещё вот штучки идут. Тряпочкой тупо твакай, всё это, всё это сделаешь. А потом, когда к этому тёмному дереву оно будет гораздо темнее, станет рядом ярко, оно там загорится. Давай. В землю пока нет. Это ты уже в это полезла в ближайшее. Только мы уже не будем... Мы не будем туда спешить. Ты натренируйся вдали. Это у нас будет всё-таки главный герой, да? Ты натренируйся вот здесь, а потом полезем в основное. Вот деревце хорошенькое, очень такое по тону. Ну, надо добавить его? Ты знаешь, пока нет, пока нет. Всё хорошо. Вот. Ой, как хорошо. Чуть-чуть сюда можешь подложить. Что-то жёлтый. Где красный? Где красный? Да, отсюда возьмём. Вот сюда. Всё это жёлтый-красный, да? Ты можешь наваливать потихонечку. Не густенько. Вот сюда. Перебивая ровные ради стебли нужных местах. Ты будешь правильно поступать. И небо оставляй просветики. Хорошо? А так всё культурно-мультур попадёт. Немножечко отвлечёмся от деревьев, да? И вот здесь в землю зайдём. Усилим, где нужна тёмность. Вот так. Невзирая на стволы и деревья, да, мы их потом можем вернуть очень легко. Задача уже откровенно подойти к земле. Она у нас усеяна лепесточками. Будешь такие давать полулодочные макательно-очеркательные движения. Смотри, сначала ближе к красному. Но поверх этого такие жёлтенькие войдут. Будет очень мило. Где-то вдали там менее яркие, да? Вот так. Почаще протираем стихи, чтобы зелёный не лез. И всё будет хорошо. Вот так. И эту сторону тоже, да. Опять же, сначала с красного. Потом ближе к жёлтенькому. Но чисто жёлтый не лезай. Он будет неврозный. Освободи местечко чуть-чуть. Под дорожку, да. Чтоб я понимал, где она хотя бы. Вот. Ну и в целом так вроде бы. Можно даже пошлить. Вот так. Вот. Давай. Лепесточки. Выдави себе красного, жёлтого. Всё. Красный. Они есть, а события не происходят. Понимаешь? Да. Да. Во-первых, я тебе сначала говори, как нажать. Домешай красочку. Не ковыряйся. По амплитуде большой. Домешала. Это я замедленно всё показываю, да? А ты должна быстро нажать. Вот. Хе-хе. Смотри. На ребро. На ребро красочка. Горизонтальное. Чувак с протяжкой, с лодочкой. И смотри, густота. На фоне этой сбритой как бы, да, зелёности она вот как выпирает. Она звучит. Сверху жёлтенький, с красненьким. Не просто жёлтый, а с красненьким. Положи. Не залепливай весь зелёный. Пускай он где-то да прозвучит. Залепишь, будет ковёр, будет каша. Ещё жёлтей. Смотри. Но всё равно с красненьким. И опять положим. Ну листики? Давай. Учти, что свет, он идёт площадками. И очень хорошо показывает, если с одной стороны свет одной яркости. Подложи сюда. На одном уровне. вот такие штучки. Вот это ты хорошо сделала здесь уже, но чуть-чуть размытие. Потому что вдали. вот эти местечки тоже. Не забывай. Чуть-чуть осветить. ненавязчивая. Слегка. Где-то площадочку. площадочку освещенную с листиками. разными. Разными, жёлтыми. Чем больше ты насмешиваешь всяких разных цветиков, тем будет интересней. Смотри-ка. Да? Вот тут площадочку света. Слишком... Движение похоже на морское у тебя. А здесь больше гистев и больше они как бы ломтиками такими ложатся. Ну вот, откровенно, жёлтые видишь, не очень. Вот так чуть-чуть можно. Чисто красненько. Видишь, ряк, 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 ряк и пошли листья. Постоянно обращаясь к жёлтому, к красному, к коричневому. Не застревай на одном цвете. Ты застряла на коричневом. Получилось. Просто у меня... Непонятно что. Ну вот. Где-то подмыть. Вот там сильно активно. А, да, я когда положила, да. Хотя характер, да, ты поняла хорошо, что мелочно нужно там, невнятно. Но всё-таки не так активно. Это действительно. Вот. И стебельки, смотри, можно ли. Деревья. Да. Пошли. Пошли. Ну и так же обращайся сюда. Не застревай в одном месте. С выходом на дорогу где-то. Знаешь, вот такие сюжеты можно делать без картинок. Абсолютно. Они настолько просты, что позволяют фантазировать и фантазировать. Чуть-чуть можно нацарапать в следочках воды после дождя, да? Да. То есть ты видишь, что мы постоянно какие-то изобретаем движения на колстке. И они все в совокупности дают интересность. Смотри. Ничего особенного. Царапай. Ну, как-то там и ну. Играет. Интересно. Зритель будет всматриваться в то, как ты решила эту задачу. Ну и давай к нашему главному герою в дерево приходим. Оно требует все-таки ответственного подхода. Где красный у тебя опять? Вот этот, да? Сначала в темности другого дерева ты сделаешь ровную поверхность. Да? Вот так. Не подходи. Чуть-чуть. Не подходи. Потом вот такими, чуваками, уже без тряпки, без ничего. Смотри. Ты задашь листок. Смотри. Густота краски уже выпячивает. Да? Без всяких фокусов. А камера возьмет крутой? Да, да. Смотри. Смотри. Сзади там ровненько, гладенько. А впереди густенько. И оно уже вырезало. Смотри. Потом, может быть, даже уже наметишь ствол. Если не уверенно, поцарапай. Где он у тебя будет. Потом сработай в полную серу. Краска. Потом возьмешь желтый. Красный. Попробуй. И набалишь сюда вот этой. Смотри. Смотри. Набалишь, 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 набалишь. Где-то, может быть, опять прострелишь этими ветками. И перекроешь. Вот так, вот так, вот так. Это будет очень красиво. Без этого, но никак в этом сюжете. Это единственное, что самое сложное. Единственное, что тут. Ой, ну это красивая осень. Ладно. Вообще осенька не пришел. Я же проглотала. Да. А мне, милый, выгнал бы с осенью. Он все это не выглядит. Смотри. Горит? Да. Да, она красивая. Да, она теплая. Да, она теплая. Вы знаете, почему она красивая? Почему она? Есть осени, которые, ну, все розовые, там, красные, желтые, да? А в этой осени есть главный герой дерево, которое стоит от дна и горит. И еще фон красивый. Голубой вот такой туман чудесный. Это настолько и здорово. Что делать без такого фона? Было бы не так. Оно бы не горело. Да. Вот же вот. Великолепно. Потому что на зеленом фоне было бы совершенно другое. Была бы скучная осенька. Совершенно. Ну, не скучная, но другая. Да, другая. Какая эффектная. Смотри, желтый. Чуть-чуть. Неактивная. Белила добавили и уже неактивная. Все-таки нужно соблюсти меру живости в активности. Такая фраза, конечно. Может быть не совсем понятно сразу. Саша, спасибо вам большое. Пожалуйста. Еще не все. Подожди. Смотри, навалил, навалил. Не забывай перекрыть веточками то, что навалено. Только вы не стирайте, пусть сделает. Не буду. С какой красотой. А потом опять эти веточки прикрыть. То есть рисуем веточки и заполняем листва. Да. Перекрывать. Веточки, веточки листва. И перекрывать веточки. Ну, не увлекайтесь только. Ну, чтобы видно было, просматривать. Поближе. Не бойся. Да, да, да. Не, я увеличением делаю. Ты лучше подойди ближе, потому что качество теряется. Да? Да. Вот смотри, в этом месте просится что-то вот такое светлое. И оно в контрасте. Смотри, контрасты какие у нас бывают? Темное, холодное. Здесь есть. Темное, светлое. И теплое, холодное. Понимаешь? Два контраста в одном. На холодном синем фоне тепленькая листва. Еще и светлое. Это ж вдвойне вкусненько, да? Вот. И опять же веточки, веточки, веточки не забываем. Где-то садим. Вот это вот. Освещённость оттуда в дереве нужно показать. Если в дальних стволах можно и без этого обратить, то в переднем, в главном. Да, и туле. Да, и туле. Вот так. Конечно. Вот так, вот так, вот так. Ну, бросненько. Смотри, еще в темность я подкладываю для усиления яркости. Яркость – это сопротивление темного и светлого. Чем оно выраженнее, тем ярче. Смотри. Да. Вот такой ударчик. Вот так. Самое главное. Так уже. Через 100 лет. Да. Да. Главный герой – это дерево. Почаще. Правда главный герой? Да. Главный герой в станции, да. А естественно, когда все прямо залеплено, залеплено? Точно. И так останется, да, в тумане? Ну, мы сейчас еще доработаем чуть-чуть. Чуточку слегка, да? Ну, тут, конечно, в этом можно прописывать и прописывать. И чем оно будет прописано, тем будет круче. Маша, отложи эту фотографию. Саша, ладно, как там у вас еще занятия? Просто влюбилась только. Воскресенье. Я предполагаю. Срежу следующую еще. Расписание. А в сведу будете, да? Да. Все, я к вам пришеду. Не заныкайте эту фотографию. Не заныкайте. Сейчас я тебе покажу, что такое свет из-под тени моря. Саша, мы пойдем в код? Да, да, да. Опять же, мы помним нашу сведу. Схему. Голубая, розовая. Получаем цвет нашего фончика, да? И из-под теневой я несколько засветлю специально фон. И дерево вылезет еще больше на первый план. Ты посмотри, он не такой светлый, а именно в этом месте очень будет уместно. Смотри, аж вылезло сюда, да? Вот так же и в зеленом лужайке. Может быть, даже еще и усилил темность дерева. Вот так. Смотри. Смотри, как вылезло. Смотри, как вылезло. Смотри, как вылезло. Уф! Здесь ударчик. Смотри, как вылезло. Смотри, как вылезло. А там не надо? Ну давай еще вот здесь вот желтенького накидай, накидай и немножечко еще. полчасика зарабатываем. Это такой момент, он не совсем важный. Смотри, ты должна стоять перед пертикулярной холстой. Никаких вот этих закривлений вот такого рода не нужно. А что, это важно, что ли? Это важно. Ты теряешь контрольную ситуацию. Ну, если надо, чуть-чуть наклонился или поднялся. Так листва же, она же не обязательно в порядке, она беспорядочная. Это в общем, в общем, на будущее. Смотри, вот белило, налепило. Такое стихотворение. Белило, налепило. А что ты дальше хотела сделать с ним? Ну, не знаю. Силуэт, наверное, не стоит. Вот, ход хороший. То есть ты интуитивно что-то сделала, да? Ну, а что дальше делать? Не знаю. Смотри. Вроде не закончила. Пятно. Но оно неуместно в контексте дороги, да? Смотри. Чуть-чуть сбрил. В нужном месте. Не все. Вот здесь чуть разбил. И придавил. Оттуда. Отсюда. Смотри. Это стекло. И здесь. Горизонт. Ты совершала вертикальные движения. Расскажи, что дорога лежит. Что она распласталась, да? И тебя поймут. Правда? Ну, вот этот акцент хороший. Хотя он и не рисовабелен, да? Он хорош. Вот эта вот смесь цветов. Она всегда такая интересная и интересная. Вот вертикальные движения. Ни к чему. Если вертикаль, то отражение. Размытое, размытое. А потом разбитое горизонтально. Да? И вот на это можно что-то положить еще. Яркое. И оно ушло. Да? Идут. Ярусы яркие. Вот этого мне не хватало. Ярусы вторые. Они у тебя хороши. Движения хорошие. Но нет клубности. Мшистости вот этой. Вот так вот. Вот это вот. По макушечкам. Пальчиком где-то чуть-чуть. Периферию не взберзай. Вот это вот смотри. Невкуснятина. Повыискивай то, что тебе не нравится. Там где тебе нравится, там уже смысла трогать нет. Правильно? Не порчит. Да, не порчит. А вот где не нравится, где чего-то не хватает, ты можешь совершить что-то. Причем даже не важно что, оно уже будет красиво. Леточек не надо там, да? Леточек. Ну, ты знаешь. Надо. Хочешь, давай дерево какое-нибудь поставим. Вот это вот. Нет, может не надо. Потому что надо посмотреть. Знаешь, можно все показать. Но в этом случае, по-новому, в дальнем плане, не надо это активно делать. А показывать можно все. В таких тонах, в таких цветах можно хоть замок показать. И дерево, и леточек. Оно здесь необходимо для того, чтобы отдалить вот это вот. А тогда, может быть, и сюда надо? Тут, ты знаешь, нет, тут у нас дерево, оно на себя столько берет, что там ты даже не заметишь ничего. Тут оно и должно быть полосой сзади. А вот здесь какое-то воздушное пространство тебе нужно передать. И еще, знаешь, что дает предмету нахождение в пространстве? Что его приземляет? Во-первых, тень, свет, да? Очевидно, элементарно. Еще тень, вот дерево. Должна. Немножечко. Ну, там еще тень от крон. Здесь у нас так все хорошо, а шпортить находится. Намеки на что-то падающее. Можно даже этот намек выразить не за счет наложения темной краски, а за счет высветления светлой, да? И сюда уже упал светик. И вот тень. Можно отсюда красочку брать. Ты будешь двух зайцев убивать. И тут движение какое-то совершай. И сюда. Смотри. Беспардитры прям. Не жалко ли оттуда? Ну, то есть ты и тут рисуешь, и тут рисуешь. Единственное, через тряпочку все время. А чего жалко? Ты же не просто так сгребаешь, а какое-то движение делаешь. Мастихин пачкается, и ты сюда сдаешь. Видишь? Как все? Может быть. Чуть сузить, может быть, нашу дорожечку. Силуэтик не будет. Ну, ты знаешь, они настолько мелкие. Да, да. Настолько они маленькие. Настолько они маленькие. Может быть, показать, что дорога не ровная, а с заворотом? Ну да. Да. Даже, по-моему, не... Вот здесь какая-то, видишь, косая активная. Вот возьми крупную камеру, покажи. Кривая активная косая. Она сразу на себя берет внимание. Убери ее. Горизонтально. Смотри, как мастихин. Ставлю на носочек и с поворотом на ребро провожу. Не сбриваю, а придавливаю. На носочек провел. Сюда. 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 Слушай. Внимай дальше на меня. Отсюда надо класть теперь же листики. А, можно не оставить так вот, да? Да. Ты вот, если сомнения надо или не надо, отходи. Я еще раз повторю, отходи от фото. Да, лучше получилось, чем там. Тут живее. Ну, уговорила мастихину тут положить, не удержался. Чего-то, такого даже веселенького. Ну, нравится? Нравится. Хорошо. Простяйте. Да. Не то слово. Прикольно. Нет? 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 Ну, какая подпись! Ну, так получилась, с точки. Красиво, красиво. Вынравится? Да. Хе-хе. Интересно было? Очень. Я сама себе позоветовала. Классно. Спасибо. Приходите.